Дамы и господа, добрый день. Я хочу поделиться такой темой, как зритель. Речь идет о ваших зрителях. Ну, то есть я сейчас обращаюсь к людям, которые артисты, или которые выступают на того или иного зрителя. Эти люди тоже артисты. Какая разница, делаете вы это профессионально или любительски? И так ваш зритель может быть абсолютно разным. Он может быть восприимчивым, эмпатичным, он может это показывать своей мимикой. И подогревать вас, ваше исполнение, поддерживать вас. А он может не показывать вообще ничего. То есть у него может быть статичная, неактивная мимика. Но при этом внутри могут бушевать страсти от вашего исполнения. Дальше. Ваш зритель может быть вообще никаким. То есть совершенно невосприимчивым. И он скажет, что все, что вы сделали, все было отвратительно. Ваш зритель может струсить почему-то. Допустим, вы исполняете перед ним танец или музыку, а он почему-то даже вам в глаза не смотрит. То есть пока вы что-то исполняете, у вас есть возможность разглядеть разных людей, которые в эти ваши три минуты, пока вы что-то исполняете, смотрят на вас. Это как бы, знаете, такая волшебная возможность для вас посмотреть на них всех столько, сколько вы захотите в рамках этих трех минут, условно говоря. И вы знаете, вы можете столько всего интересного в этих людях открыть, чего вы никогда не откроете в обычной статичной жизни. Предположим, что вы работаете в каком-то офисе, в вашем офисе устраивается праздник, на этом празднике вы выступаете. Так вот, у вас возникает уникальная ситуация. Вы видите своих коллег, которые лицезреют на вас, в качестве своих зрителей. Вы можете столько всего открыть в них за эти три минуты. В ком-то вы обнаружите трусость, в ком-то вы обнаружите холодную непримиримость с искусством. А кто-то проявит невероятную эмпатизм, кто-то вообще после вашего выступления с вами будет дружить и поменяет ваши отношения к вам, кто-то начнет вам завидовать и так далее. Может быть, абсолютно все, что угодно. И в этой ситуации можно поднять другой философский вопрос. Каково состояние артиста в эти минуты, когда он выступает? На самом деле, артист настоящий, он очень уязвим. Он дает себе отчет, что в эти, скажем так, три минуты он очень уязвим, и его зритель может воспринять, может не воспринять, может вообще все, что угодно произойти. И его зритель может просто встать и уйти посередине его представлений, может выйти, пойти закурить, понимаете? И артист, он отдает себе отчет в том, что он абсолютно уязвим, он как бы идет на смерть, потому что он не знает, как будет его воспринимать зритель. Это довольно рискованно. Но в то же время это огромный адреналин для артиста. Видимо, именно такая форма адреналина является составной частью психики такого артиста. То есть он идет на этот риск, он знает, что его могут не воспринять, но он все равно свое дело делает. То есть зачастую артист, даже когда при нем зрители покидают зал, он продолжает делать свое дело. Конечно, многие вещи могут ранить артиста, и можно иногда вообще не получить отклика, но он все равно продолжает делать свое дело. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok